Всем привет, ребята! С вами снова я, Дэнт, и сегодня мы будем играть в Custom Team Chaos на сервере Crystalix. Берём кит-ассасин или же класс-ассасин, вот, так как с помощью него будем мы нагибать. Ребята, обязательно ставим лайк и подписываемся, так как Crystalix и Custom Team Chaos вроде как уже давненько не было. Я буду комментировать все действия, которые делают самые настоящие ПРО, вот, и буду нагибать, наверное, скорее всего. Так, первым делом берём поножи, там был выбор между шлемом алмазным на защиту, либо же поножем на защиту. Естественно, поножи больше будут давать брони, нежели шлем, поэтому мы берём именно поножи. Также оно максимального чара, то есть это алмазные поножи на защиту, их обязательно нужно будет брать. Вот, так, и получается второй раунд, скелеты, обязательно тоже их нужно будет проходить, вот. Также тут я упомяну фишки, которые, возможно, вы не знали, играя на сервере Crystalix Bad Rock Edition. Вот, ну и IP-порт, как всегда, в описании. Под каждым видео на сервере Crystalix Bad Rock Edition есть IP-порт. Можете заходить. Так, убиваем эти скелетиков, вторая волна, естественно. И ждём первой дуэли. Сейчас она должна начаться, так как первая дуэль начинается на третьем раунде. Если не ошибаюсь, а я могу ошибаться. Да, я ошибся. А, не, после третьего раунда будет уже дуэль, всё правильно. Так, в этом выборе вещей, на самом деле, выбор. Между взрывным взрывами длительности, либо же луком. На своём месте выбрал лук. Вот, а если получится? Нет, не получится. Выбрал бы взрывами длительности. Лук это важная вещь, особенно когда ты ассасин. Вот, так как с помощью него ты можешь спокойно-таки выигрывать всякие дуэльки. Вот. И это всё делается намного проще, чем без ассасина. Вообще, в принципе, все в основном берут ассасина, потому что это самый лучший класс на кассе в хаосе. И с помощью него реально можно нагибать. Так что, если будете играть в кассе в хаосе на серии Crystal или Dark Edition, то я вам рекомендую именно его брать. Так как ассасин это такой класс универсальный, и с помощью него можно, вот, например, бегать. Ну, то есть, это просто класс, который даёт 15% вроде как в узк скорости, либо же 25%. Я точно не помню. Но это как будто скорость второго уровня на тебя наложена. Вот. И на бедрок сервере это очень сильно нужная вещь. Так, давайте поставим на этого 250. Тут сильно рисковать не надо, так как обоих мы не знаем. И обои как бы непонятно как играют. Вот, так что, в принципе, как-то так и делаем. Пещерные пауки, мы, естественно, их убиваем. С помощью лука можно. Пока что у нас лук всех ваншотит, поэтому можем мы им пользоваться. Так, ну и тут дуэль. Давайте посмотрим. Как по мне, я вроде как поставил на второго игрока, если не ошибаюсь. Вот. И, в принципе, да, видите, минус 250. Хорошо, что мы не поставили полностью сколько мы могли. Вот. Но, тем не менее, тут реально был на рандом. Вот типичный выбор кристалликса. Вот. Что можно вообще выбрать. Ну, крутые ресурсы. Так, ну а вообще, мы давайте возьмем, скорее всего, золотой шлем, так как... Хотя нет, это кожаную куртку. Кожаную куртку возьмем, так как она будет больше всего давать брони. Вот. И посмотрим, что тут у нас дуэль. Такая. Ага, ну тут, точно, первый игрок выиграет, так как у второго нету ничего, кроме брони. А у первого там есть оружие. Так что он должен победить. Эфиритики, мы обязательно их, по ним стреляем. Вот. И выносим, собственно, их. В принципе, да. Одно хп. Ну да, конечно. А вот. Мы завершили третью волну из-за этого одного эфирита с одним хп. И, как можете заметить, да, мы поставляли абсолютно всё, и мы выиграли ставочку. Так, теперь мы дуэлимся, но перед этим выбор вещей я бы взял, на самом деле, либо же шлем, либо же ботинки. Так именно их нам не хватает. Но тут есть только шлем, поэтому мы берём и шлем. Так, и давайте посмотрим, что у нашего противника. Как можете заметить, тут облик огня, железный меч, плюс лук, плюс ботинки. Вот. И сам это класс титан. Мы должны его лёгко развалить за счёт класса ассасина. И не был бы у нас класс ассасин, то нам бы немного было сложнее. А так это очень просто всё делается. Так что мы ждём немного, и, получается, заспанились. Смотрите, короче, нам главное просто отыгрывать всё от лука. Вот. Он, в принципе, тоже по нам может попадать, но именно с меча он нас не сможет дамажить. Да, только нужно ещё попадать, уметь играть от лука, но я не думаю, что это нам сегодня понадобится, так как и так сойдёт, как говорится. Вот. Мы сносим его по 5 сердец, и, что самое главное, у него как-то очень много хп. А, ну да, тоже, он же титан. Я чуть немного забыл, поэтому... Ну, ничего страшного. Вообще, титан — это бесполезный класс. Да, вы немного дольше проживёте, но смысла от этого нету. Так, на нас, кстати, никто не поставил, что очень даже хорошо лично для нас. Так, типа давайте посмотрим. Ага, у первого игрока, то есть тут шпы плюс лук. А у второго... Ну, только меч и броня. Скорее всего, первый выиграет, так как тут есть шпы, но, правда, нету меча. Тут 50 на 50, но я бы поставил на первого 250. Я не буду сильно ставить, потому что, опять же, точно я не знаю, кто победит. Вот. И, получается, ждём начало раунда седьмого. Вот. Да, эти шуницы — это самые сложные мобы, если вы играете чисто с лука. Но всё же проходимое, особенно с классом ассасина. Просто это немного будет долго, но, тем не менее, возможно. Вот. Так, книга какая-то нам выпала. Минус здесь 50 золота. Опять же. К сожалению. Но и хочу подметить то, что никто сильно так и не выиграл с этой дуэли. Только один игрок, 600 монет. Что, в принципе, такое все. Так. Выбор, опять же, вещей. И тут я бы всё же выбрал лук на скламение. Вот. Там было ещё меч, но лук на скламение нам больше понадобится. Далее дуэль. Что у нас у первого? Первого, в принципе, ничего. Ну, ничего интересного. То есть тут 50 на 50. Опять же. Мы ставим... Можем поставить на рандома 250. То есть на первого. Вот. И так же прокачаем свой лук вот этой вот книгой, которая нам выпала. Вот. Так. И у нас теперь уже мощь 1 на луке. Что очень даже мощно. Мы сможем убивать многих игроков с помощью этого лука. Так. Давайте опять же отселиваться по этим зомби. Вот. Опять же, с лукой это возможно сделать. Да, они немного быстренькие, но всё же мы быстрее. За счёт ассасина. Всё. Мы завершили волну. И ждём, пока другие это сделают. Минус 250, про что я опять же и говорил. Вот. И опять же смотрим, что против нас попалось. Против нас попался вот такой вот игрок в дуэлях. И смотрите. Тут как бы, опять же... А, скорее всего, мы с ним уже дуэлились. Проверяем. А, да, мы против него уже дуэлились. Поэтому я не думаю, что это составит труда нам его убить. Мы даже шипом покупать никаких не будем. Вообще нужно экономить золото. Для того, чтобы у нас в будущем его было ещё больше. Так. Ну, получается, мы сейчас должны заспавниться. Да. И натягиваем лук. Лук натянули. И начинаем по нему отстреливать. В принципе, нам нужно держать дальнее расстояние, чтобы он по нам меньше попадал. Вот. Хотя, с другой стороны, если он на нас побежит с мечом, то тоже ничего страшного. Он, я думаю, понимает то, что не стоит ему бежать с мечом. Он сейчас, наверное, будет пытаться что-то сделать, но не думая то, что у него что-то насчёт этого получится. Даже если начнёт получаться, мы убежим просто от него. Поэтому у него нет шансов. Ему нужно, главное, отстреливать с лукой, ибо по-другому он проиграет. Вот. Он что-то пытается сделать. Да. Но у него остаётся 3 хелс-поинта. И всё. Мы выиграли 1300 монет. За счёт того, что у нас было изначально больше денег. Чем изначально у вас больше денег в кастом стив-хаусе, да, перед дуэлькой, тем больше вы получите за выигрыш в неё. То есть, если у вас мало золота в начале дуэли, то в итоге вы получите мало золота за победу. Это тоже нужно учитывать, и поэтому многие копят это золото. Так, давайте тут опять же на рандомо поставим на первого 250 золота. Хотя, как я вижу, Артензя умеет играть, поэтому мы переставим на 100 золота, поставим на Артензя. Всё. Не знаю, опять же, кто тут точно выиграет, но поставим вот так вот. Так, и начинаем отстреливать опять эти маленькие зомби. Вот. Мы их опять же побеждаем с помощью данного блока. Видите, мы до сих пор меча не получили, и как бы тачим. Хотя это начальные волны, тоже понимать надо. Поэтому не думайте, что это как-то сложно. Вот. И, в принципе, выносим последнего зомби. Всё. Мы, кстати, что интересно, 3... А, не, 4-ми даже завершили волну. Ну, ладно. В итоге минус 100 золота. Ну, в принципе, ничего страшного. Так, выбор вещей. Давайте мы возьмём Мазаную Кирасу на защиту. Это очень хороший предмет нам выпал. И с помощью него мы реально устанём себе броню. И опять ПВП против Артензя. Третий раз уже. Да. Типичный рандом кассам Стивхауса. Так, ну давайте. Опять же, мы знаем, против кого мы будем сейчас дуэлиться. И поэтому он не представляет нам сильно никакой угроз. Даже прокачиваться против него никак не надо. И покупать шипы в том числе тоже не надо. Кстати, карта для нас немного плохая выпала. Но мы постараемся на ней затащить. Вот. Как вы можете заметить, тут есть много укрытий. С помощью которых он сможет подойти ко мне мечом. Поэтому тут реально нужно держать подобное дальнее расстояние. Вот. Иначе будет нам хуже. Так. Так, мы попадаем в него. Так. И он начинает куда-то бежать. И мы, естественно, не должны его отпускать с виду. Вот. И мы очень близко придлились. Поэтому мы убегаем. Благо, класс даёт нам это сделать. Вот. Опять же, не был бы у меня ассасин, я бы, скорее всего, там не убежал. Хотя, кто его знает. Он пытается против нас оселиваться. Но мы их очень на ровной территории. Всё равно мы по нём больше попадаем. И у него мало хп, поэтому нужно сбежаться. Смотрите. Мы сейчас делаем вот так вот. Интересный мув. Вот. И у меня лагает интернет, кстати. Поэтому нужно отбежать. Вот. Да, мы по нему дамажим. И всё. Плюс 2000. Да, иногда такое бывает. И интернет подплакивает. Это, если что, не сервер. Это, если что, у меня реально интернет. Выбор вещей. Тут нужно взять алмазный меч. Вот. Поэтому мы его берём. И, получается, смотрим, кто у нас следующий дуэлица в наставках. Сейчас поднимем много денег. Так. У первого шипы есть и неплохая броня. При этом у второго нету шипов. Поэтому первый, скорее всего, победит. Я на него поставлю всё. 3 300. Вот. Так как, ну, шипами проиграть, это чё? Хм. Это невозможно. Нет. Как мне кажется. Вот. Тем более, на соло. Кассом си в хаосе тут нормальные шипы. Не то, что на дуо. Вот. Если что, на дуо они сокращённые. А на соло они как бы нормальные. Поэтому можно так и сделать. Так. Ну, и тем временем убивают мишек. Мишки вообще излишне, в принципе, мобы. Вот. И как можете заметить, я выиграл сейчас 3800 монет. При этом, тот, кто дуэлился. There are 1 guns. 30 монет всего лишь получил. То есть, у него изначально было очень мало монет. И как бы он получил в итоге мало. Как-то так. Так что, перед дуэлями вы должны оставлять у себя хотя бы немножечко золота. Если знаете то, что есть шанс для победы. Как-то так. И Артензя проиграл. Хм. Тот самый наш заклятый враг. Так. И дуэль между Степхен и Ричи против другого игрока. Смотрите. Тут есть зелья к нестойкости. И неплохая броня. То же самое есть и у второго. Тут, на самом деле, скорее я на второго поставлю. Вот. 250. И тут я еще поставлю, наверное, дополнительно 100. Если что, то можно ставить и накладывать наверх. То есть, если вы сейчас поставите 250 и потом 100 на одного участника, то вы в итоге поставите 350. Как-то так. И чтобы отменить ставку, вам нужно поставить на второго игрока 50 хотя бы монет, чтобы потом она отменилась у первого. Как-то так. Так, ладно. Мы убиваем тишуниц. У нас теперь есть меч, поэтому мы, в принципе, можем немного в лишнем бою даже с ними попахаться. Но играться сильно с этим не стоит, так как у нас ничего не прокачано. Вот. И кингу обрейда мы получаем. На самом деле ее некуда нам девать, поэтому скорее прокачаем просто-напросто лук. И уже оно прокачано на первый уровень. Вот и все. В итоге мы выиграли ставочку небольшую. Так. И тут выбор вещей. И смотрите. На самом деле тут выгоднее всего будет взять зелье, где стойкости. Вот. Оно будет очень сильно нам помогать. Так. И смотрим. Что у нас по дуэлям? Мы дуэлямся против драконсов, у которого есть лук, есть шипы. И это довольно-таки сильный буэль против нас противник. Хотя с другой стороны у него класс везунчик. Что дает нам небольшой плюс. Так. Ну и получается мы опять же ничего не будем. Хотя прокачаем, прокачаем. Сейчас мы немного лук прокачаем. За счет книги апгрейда. И выпьем, наверное, зелье, где стойкость. Я не помню. Там у него есть лук на поджог, либо же просто обычный лук. Поэтому можно вот так вот и сделать на всякий случай. Тем более нам это ничего не стоит. Так. И проверяем. Да, у него лук на поджог. То есть если он по нам даже каким-то образом попадет, уровень нагнял, он нам не будет проходить. Что очень даже круто. Так. Смотрите. Вот тут вот на этой карте есть одна особенность. То, что можно вот так вот встать. И по тебе будет сложнее попасть. При этом ты будешь попадать, ну, в принципе, неплохо. Так. Он пытается что-то сделать. Вот. Но нам в ближний бой не нужно ссуваться. А. Он активировал шипы. Только что. Это для нас хорошо. Да. Но мы убегаем с помощью нашего класса ассасин. Так. Мы дали хотя бы один урон. Это уже хорошо. Ага. Он достал свой лук. Это печально для нас. Так. Ну, пытаемся что-то ему противопоставить. Пытаемся стрелять сквозь блоки. Вот. Если что, то тут по механике Майнкрафт. Там можно немного пройти. Каким-то пиксель какой-то. И все. Так. Хитбокс точнее. Пиксель хитбокса. Если быть правильным. Так. Он пытается опять же что-то против нас делать. Поэтому мы немного отбегаем к этой позиции. Вот. И на самом деле можно крутиться через... Вот, например, вот так вот. На. Вот так вот. Раз. Выстрел. Два. Выстрел. И мы уже выиграем против него по урону. Мы можем просто бегать. Так. Он активировал шипы. И мы случайно даем ему по шипам. Так. Опять же. Он не сможет нас догнать. Так как у нас ассасина. У него нету ассасина. Поэтому мы можем вот так вот спокойно против него бегать. И он нас не догонит. Да. Мы бегуны, так скажем. И теперь пытаемся даже немного дать ему урона. Вот. На. Вот так вот. Раз. Выстреляем. Выстреливаем точнее. Вот. И вот так вот. Мы по урону если что выиграем. Так. Нам нужна если что окончательно точная победа. Поэтому он на шифте. Он на шифте. Давайте мы тоже встанем на шифт. Вот. Он скорее всего сейчас будет выбежать. Вот он. Да. Мы его заметили. Неплохо. Он пытался противно что-то сделать. Но у него это не вышло. Так. Ну и давайте немного продамаживать. На раз. Вот. Далее мы еще дамажим. Вот. Ну и получается. Пытаемся опять же дамажить. Так. Ну вон там вот все. Он проиграл. Он понимает то что он уже проиграл. Это для него проигрышно. И по урону мы выигрываем. Понял. 12 на 12. В этом случае я не знаю как это комментировать. Честно. 12 на 12. И он выигрывает. Ясно. Хотя по идее по урону должен был я выигрывать. В этом случае. Но. Да. И он получает 2600. С моего баланса. Но тут в этом случае я ничего не могу сказать. Только прокачаться перед боссом. Потому что перед боссом все же это нужное дело. И купить шипы. Для шипов против босса лучше не идти. Как-то так. Я вам говорю то что я покажу как играют самые настоящие профессионалы. Но не тащить как самые настоящие профессионалы. Поэтому как-то так. Так. Ну и тут в дамаже просто босса. Да. Вот. Он на самом деле довольно таки легкий. То есть мы наносим основной урон с помощью наших шипов. И дальнейший урон мы сейчас нанесем с помощью лука. Вот. Многие теряют жизни. Но мы не потеряем. И при этом сохраним хотя бы какой-то баланс. На самом деле он должен у нас быть намного больше. Но у нас он именно такой. Вот. У нас прокачан лук на мощь 2. Поэтому мы сможем наверное его завалить с помощью лука. И это правда. Вот. Можем убегать и при этом отстреливать по нему. И все будет в принципе нормально. Вот. Так. И еще один выстрел нам остается. Чтобы его окончательно добить. Вот так вот. А мы дуэмся против Вова Бога. Вова Бога. 1, 2, 3, 4. Вот. На самом деле не нужно нам было терять сами деньги в дуэлях. Вот. И это нам реально скажется в дальнейшем. Ну ладно. Хотя бы так. Но и тоже неплохо. Так. Ну получается смотрите. У этого нашего соперника. Есть никакая-никакая броня. Шипы. И тут мы уже можем много играть даже в ближнем бою. За счет шипов. И байта на них. То есть если этот игрок заранее включит свои шипы. То мы сможем в дальнейшем его просто под ними убить. Как-то так. А у него класс везунчик. Поэтому мы реально... Вот сейчас я реально не попадаю. Когда надо было попадать. Ладно. Близми. Ничего страшного. Этот раз уже начал попадать. Так. Хорошо идет. Пытаемся его каким-то образом скинуть. Хотя бы лаута. И много продамажить. Любой дамаг это хорошо. Вот. Так. Ну и он пытается против нас что-то сделать. Так. Он активирует шипы. Поэтому мы просто убегаем под ассасином. И все. Он просто пытается нас догнать. Но у него ничего не получается. И в дальнейшем мы просто подходим к нему. И активируем шипы. И просто начинаем убивать. Все. Это легчайшая просто победа. И мы за нее получим довольно-таки приличное количество денег. Вот. Так. Но все же у него остается 7 хп. Он пытается убежать. Но у нас ассасин. И мы получаем 2100. Монет. Так. Выбор вещей. Опять же. Тут у нас все есть кроме ботинок. Поэтому мы их берем. Хоть и золотые. На защиту 1. Степен рич против нас будет сейчас дуэлиться. Если так посмотреть. То у него есть шипы. Но фулл золотая броня. Кроме ботинок. Так же нужно опасаться силе отравления. Но не так-то сильно. То есть как-то так. И даже если у нас начнет проносить у него отбрасывание 1. Вот. Главное сейчас его опять же то же самое что и с прошлым оппонентом. Забатить на шипы. Тогда уже все будет легко. Для нас. Так. Пытаемся опять же. А. Он сразу завязал шипы. Что для него естественно будет в дальнейшем плохо. Ждем пока у него не кончится. Он пытается что-то стоять. Но мы смотрим. Да. У него кончились шипы. Рюзаем их сами. И начинаем его продамаживать. Он ничего не может сделать. Потому что мы его даже немного завели в комбо. Но он просто даже не пытается с него выброса. Но. Да. Мы короче победили. Мы ему продамажим на самом деле по очень мало хп. Так. У него остается 1 хп. Все. Завалили. И мы получаем 2 700. В 18 раунд. И Фрейд у нас уже на балансе 10 тысяч золота. Это не так уж и много. Из-за того что мы проиграли в одной дуэли. Могло быть намного больше. Но тем не менее хотя бы столько. И получается. На 18 раунде. И Фрейд. И которые легко тоже выигрываются. Вообще есть смысл покупать Мидас в начале. Но только если вы не знаете вообще что тут будет. То есть если вы ни одного игрока не знаете из этого списка. То есть смысл небольшой. Если вы будете рисковать. То есть если вы хотите рискнуть. То перед этим естественно нужно покупать Мидас. Так как это постраховочка так скажем. Так. Узаем файл резистент. Хочем он тут не нужен. Если что тут и Фрейд не поджигают. Вот поэтому опасаться их поджога не стоит. Да. То есть они спуляются с этими фаербольчиками. Но все равно поджог они почему-то не дают. Как вы можете заметить. Все. Мы первый завершаем волну. Как я могу заметить. Вот. И ждем остальных. Драгонс против Степен Рича. Давайте посмотрим. Тут мы можем реально много султать денег. Попытаться. Вот. Ну и на самом деле тут. У второго 9800. У первого 17500. То есть первый должен победить. Мы поставим на него абсолютно все. Это 5200 золота. И очень надеюсь то что он победит. Если он проиграет. То в принципе. Эта катка проиграна для нас. Как-то так. Так что ждем. Немного. Вообще мы могли бы не рисковать. В принципе. Но тут. У него больше шансов победить. Поэтому. Все же мы на него и поставили. Так смотрите. Мишки можно немного продамажить. Чтобы они продамажили вас. Вот. Во время шипов. И потом уже. Без шипов. Да. Добивать их. Все равно они легкие. Насчет того. Что их нужно. Можно убивать. Да. Да. Немного заговорился. Но тем не менее. Вот. Мы их убиваем. И получаем 6500 золота. В итоге у нас сейчас 12200. Что. Конечно хорошо. Я думаю мы первое место тут по нетворцу. И естественно у нас тут сипор 3 жизни. Когда у Драгонса. Две жизни. А Стопенрича одна. Да. Я не знаю где они потеряли. То есть это только в дуэли. Можно потерять тут жизни. И как то странно. Что они именно. Их потеряли. Но тем не менее. 20 раунд. Чешуницы. Ждем. Вот. Ну и на самом деле. Чешуниц. Будет легко убить. С помощью шипов. Поэтому. Значит их я не так то сильно переживаю. При респанте. Сразу же можно пробежать к ним. И завязать шипы. Ну цель от Истокиси как бы не нужно. Так как. Они не поджигают. Вообще никто из моба не поджигает. Поэтому. Можно при мобах их и не пить. Так. И мы залутали. Сишуниц. Цель. О не цель. Точнее книгу регенерации. Что. Тоже неплохо. Смотрите. Тут у нас. Нету. Нормальных. Нормального лута. Поэтому мы можем перемешать предметы. В принципе. Профессионалы. В основном и ходят с этим. С этим перемешиванием предмета. Поэтому. Мы тоже. Это. Можем сделать. Так. Смотрим что мы еще второе получим. Но тут. Кроме взрывного зелья исцеления. Больше ничего взять. Поэтому мы его берем. Вот. Можно было бы взять. Меч на поджог. Но. Я. В основном не вижу смысла между. Вот этим вот алмазным мечом. И мечем на поджог. Да. Он в принципе. Жестко мешает. Пвп. Хочется. На другой стороне. Вот этот алмазный меч. Обычный. Дает плюс один к урону. Так что. Да. В принципе. Если глобально смотреть. То. Меч на поджог лучше. Но. Если что-то есть другое. То лучше взять что-то другое. Как по мне. Как-то так. Возможно. Многие со мной не согласятся. Но я. Знаете. Я художник. Я вижу так. Ну вот. И смотрите. В принципе. Степен Вич проиграл. Но мы можем отдышать. И например. Завязать эту зельку. И. В принципе. Зарегение здоровья. Либо же даже не узать ее. А просто зарегение здоровья. Где-то. Кстати. Мы могли бы сейчас слиться. Потому что мне сейчас как раз таки в это время. Интернет что-то немного подлагал. Но тем не менее. Выбор предметов. И тут нам абсолютно ничего взять. Вот. Абсолютно. То есть нам ничего из этого списка не надо. Ну ладно. Хотя бы что-то возьмем. Вот. И. Мы остаемся один на один против Драконса. Я могу заметить. У Драконса 22 тысячи нетворца. Мне 26. Вот. То есть мы не так-то сильно друг от друга отвечаемся. Поэтому нужно немного прокачаться. То есть мы не можем сейчас давать ему победы. Абсолютно никак. Вот. Поэтому стоит прокачаться. Да. Я жестко прокачался. Но и ладно. Пьем огнестойкость. И теперь мы должны как-то пытаться отстреливаться с лука. Вот. На этой карте особенно огнестойкость важна. Вот. Хотя с другой стороны мы явно не будем падать в лаву. Поэтому. Тут огнестойкость чисто от его лука. Мы пока что друг другу по 0 урона нанесли. И. Конечно же. Это. Плохо для нас. Хотя. Ну. В принципе. Мне бы хотя бы один урон по нему нанести. Чтобы быть спокойствий. Так скажем. Вот. Так. Мы. Если что. Вот. А хотя бы раз нанесли. Это уже для нас лично хорошо. И он пытается на нас сбежать. Поэтому мы отстреливаем. Эту атаку. Вот. Уже 5 ударов. А. И все. Он завязал шипы. А это для нас просто-напросто замечательно. Мы бегаем от него. Первым делом. И. Теперь приближаемся. О. Ему капец. Ему просто-напросто капец. Поэтому мы начинаем по нему проносить. И он тем более везунчик. Если что. Везунчик это такой себе класс. Для пвп. Поэтому. Мы просто его вот так вот выносим. Вот. И он подает лаву. Остальной урон мы сейчас дадем с помощью лука. Вот. Да. Отлично. У него остается 7 хп. Мы сносим луком ему 0,5. Вот. Это довольно-таки мало. Так. Юзаем по себе эту хилочку. И добиваем его с мяча. Так как у него остается мало хп. Плюс 4 300. И он теряет жизнь. У него осталась последняя жизнь. И если он умирает при мобом, то ему капец. Полностью. Вот. А у нас сейчас будут малыши зомби. В принципе мы их тоже вынесем. Легко. Так что ждем немного. И он написал что-то в чат типа подобного. Зачем на ПК играть на серваке предназначен для ПЕ. Пропали желания играть. Иди гуляй. Но на самом деле я могу. Я уже много раз за счет этого отвечал. И повторяться не буду. Ну что же. Вот такая вот получилась катка. От лица профессионала чисто. Я на самом деле в основном играю чисто в свое, так скажем, удовольствие. Вот. Ну а подобные катки могу играть чисто я не знаю для чего. Например. Чтобы сказать то, что вот я шарю насчет этого и типа подобного. Как например сейчас. Вот. Ну все. С вами был я. DLTC00. Вот. Ставим лайк, подписываемся. Вот. И в принципе всем удачи. И всем пока ребята.